Ежедневное ожидание заветной маршрутки для жителей южного поселка больше напоминает дежурство. Чтобы вовремя доехать до работы, они подстраиваются не только под расписание родного завода. В этой цепочке вот уже несколько лет важный пункт. Подгадать время, когда вблизи их остановки покажется газель с 13 номером. Она единственная, чей маршрут следует по проспекту Победа. Я, например, просыпаюсь пол шестого, чтобы уехать, попасть на работу. У нас режимный завод, он считается военным заводом, поэтому у нас режимно-пропускная система. У нас 5 минут, если прошел 9-го, значит у нас вмешают премии, наказывают. Поэтому мы приезжаем в 7 часов утра и целый час болтаемся на заводе. Они, как ответственные работники, всегда приезжают вовремя. Но и после окончания рабочего дня та же проблема. Заветную маршрутку приходится ждать около часа. Но зачастую, дождавшись, домой не уедешь. Газель на их остановку прибывает переполненная. Сколько примерно ехать до дома во времени? Ну, если при хорошем раскладе, если вовремя, на минут 40 мы едем. А если на перекладной? Полтора-два часа. По правилам маршрутка должна ходить максимум через каждые 10 минут. Мы застекли время и стали ждать. Мы подождали пару минут. Потом еще пару минут. Глядывались вдаль и печально провожали другие автобусы. Но 13-й мы так и не дождались. Жители Южного уже поверили в мистику. Ведь как иначе объяснить это явление? Маршрут есть, маршрут их нет. В администрации людям ответили как-то странно. Они мне сказали, вы знаете, это частное предприятие, мы ничего не можем сделать. Такого вот, ну возьмем вас на заметочку. Ну, весь южный поселок, короче, брать на заметку. Представляете, сколько там народу. Оказалось, в администрации эту жалобу не оставили без внимания. И все же нашли способ, как на перевозчика повлиять. Уже придумали и как проблему решить. Сейчас рассматриваем возможность, чтобы поставить туда автобус. Потому что сейчас увеличили количество подвижного состава на маршруте. То есть добавили газели. Но если этого не будет хватать, мы посмотрим. Так как с весеннего уже с трудом уезжают. Действительно, 13-й маршрут весьма протяженный. И он единственный способ добраться из Южного на проспект Победы. Везти автобусы, а не газели, это позволит перевозить больше пассажиров. А значит, мерзнуть на остановке жителям этого района обещают больше не придется. Ольга Патрушева, Вадим Ючаев, Наше Время.